Из-за пазухи вынущенка сироту обратился хозяин со словом коту. Вот что с серым. На время забудь про мышей. Заботиться надобно о малыше. Будешь дядкой котенку, пока подрастет. Мур-мур-мяу, согласно ответствовал кот. И точаса задачался множеством дел. Обогрел и утешил, и песенку спел. А потом о науках пошел разговор. Как из блюдечка пить, как проситься во двор, как гонять петуха и сварливых гусей. Время быстро бежало для новых друзей. За весной и весна, за метелью метели, вместо плакса щенка стал красавец Кобель. И, всему отведя в этой жизни черед, под садовым кустом упокоился кот. Долго гладил хозяин притихшего пса. А потом поразнес, поглядев в небеса. Все мы смертные лохматы. Но знай, что душа очень скоро в дугу войдет малыша. Пес послушал, как будто понять его мог. И под вечер котенка домой приволок. Тоже серого, с белым пятном на груди. Дескать, строго хозяин, меня не суди. Видишь, маленький плачет. Лей молока. Я же котику дядькой побуду пока.